Еще раз привет, друзья! Решили мы задать еще несколько вопросов относительно самого города и его населения, относительно его недвижимости и коммунальных платежей. Вот в частности, есть мнение, что в Сочи живет по разным источникам от 50 до 70% армян. Так ли это? Так ли их много? И насколько вы их видите, не видите? И как-то, как взаимоотношения с ними? Есть ли вообще такой вопрос? Стоит, не стоит. Стоит, стоит он очень остро. Когда я паркуюсь возле своего дома, ну, как мы в Кемерово привыкли, где место свободное, ты встаешь. Так. Так всегда было. А в Сочи? Здесь оказывается, что каждый считает, что это его кусочек земли, это его-его. И... Они как-то обозначены, эти кусочки? Замоками, чертами? Ну, кто-то ставит замки. Ну, где замок, я же не могу вставить. А где замков нет, я встаю, допустим. Ну, теперь-то я выучила, где какой ашот ставит свой автомобиль. Ну, как бы, получается так, что пинают по колесам, кричат, ай, выходи там, машину переставляй. Угу. А, ну... Ну, это только армяне. Ни разу тебя Иван Иванович не пинал по колесам и не заставлял переставлять. Ну, не видела. Ну, а может быть, мне повезло, что у меня такие соседи именно. Ну, вот а в классе или в садике много армянских детей? Там как-то, как дети взаимодействуют? Ой, дети все вообще хорошо взаимодействуют. Никакой разницы. Никакой, да. Дети не рвут. Вот у Арины в классе, наверное, половина приезжих точно. Потому что она говорит, этот с Новосибирской, этот с Читы, этот с Уфы, там, с Белоруссии. Получается, армян мало в классе? Ну, да, может, человек шесть. Классы просто очень большие, по 33-35 человек. Так. Нас даже в одну школу не взяли, которая возле нашего дома, нам пришлось через дорогу идти, потому что учитель сказал, 36, что ли, человек в классе. Ужас. Ей просто парту ставить некуда. Да. Когда я вас возьму, выгнала нас. Ну, кстати, расскажи, прежде чем ребенка в школу устроить, нужно что сделать? Прописка. Нужно прописка. Можно временная регистрация. Да, неважно, временная или постоянная, но регистрация берут. Да, потому что, чтобы в садик попасть, нужно через МФЦ подать заявление в отдел образования там, и они уже подберут тебе садик. Вот нам поэтому садик достался. Не возле дома, но хотя бы в нашем районе, что уже хорошо. А в школе? Ну, ты сам идешь в школу, просто главное, чтобы прописка была. Ну, недалеко в школу ходить? Нет, недалеко там, рядом, через дорогу, не знаю, 10 минут, не больше. А в садик ездите? В садик ездим, да. Но все равно это рядом. Это центр Адлера, там, можно сказать, золотой квартал. Можешь сравнить образование или условия в садике, как было в Кемерово и как в Сочи? Ну, допустим, в садике. В садике работают до половины шестого. То есть в 5.30 ты уже должен забрать ребенка, потому что потом начинается дежурная группа. Это всех детей в одну группу. Собирают, она до половины седьмого работает. А у нас, допустим, в Кемерово садик был с 7 до 7 вечера. И кушают они здесь в садике. Последний раз у них полдник в 3 часа. Все больше их не кормят. Как? Ужином не кормят? Нет, вот это и есть ужин. Почему так? Ну, вот так. Потому что рано забирают. А рано забирают, потому что садик работает. Потому что не кормят. То есть я вообще не представляю, если мама работает там с 9 до 6, ну, стандартный, да, рабочий график. Как ей вообще? Еще надо добраться до садика, забрать ребенка. А в случае кто-то работает до 6? Просто вот здесь, в Анапе, не говоря про Гостогаевскую, я столкнулась с таким, меня это очень удивило. Значит, в Гостогаевской. Почта до 5, администрация до 5, банк до 5, до 5 работают все. Нет, нет, у нас банк до 6 точно, и почта, по-моему, до 7 даже работает. Нет, обычные графики работают. Да? Да. И магазины, вот у нас после 6, до 10. не найдешь, чтобы в деревне магазин работал. Ну, у вас же в деревне нет до 10. А ну, а в Анапе, ну, до 7. А, вот, ты знаешь, аптеки работают до 9. То есть я вот ношу линзы контактные. Иногда я вспоминаю, что у меня раствор закончился в 9.30. Так. Все, мы ищем, в какой аптеке купить, потому что, может быть, две аптеки до 10 работают, и то до них еще дойти. А круглосуточно, наверное, одна аптека там на весь ад. А в Кемерово много аптек было круглосуточных? Ну, вот, возле нашего дома было 3 аптеки. Да, все круглосуточные. Угу. Хорошо. А в каждом доме, да, был минус. У нас в каждом доме была аптека и пивнушка. Это минус? Это минус Кемерово. Пивнушка, пиво на разы было, да, в каждом доме. А в Сочи не так? Нет. Ну, во-первых, мы такое пиво и не берем, но я просто видела, что вообще я их не вижу, где его продать. Ну, где-то есть, но не так, как у нас в открытую все эти пивточки. Угу. Ну, а про школу что можешь сказать? Вот эти вот перегруженные классы, это наверняка же отрицательно сказывается на образовании? Отрицательно. Допустим, наш учитель ведет сразу два класса. Она в первую смену отвела класс, там, четвертый Г, потом во вторую смену четвертый В она ведет. Угу. Там одну страничку прочитать. То есть, когда в Кемерово мы учились, три года отучились, в гимназии 25-й, мы столько домашней работы делали. Мы до 11 вечера, я с ней, хоть она и на пятерке училась, сидели, надо было доклад какой-то подготовить, постоянно. Реферат, написать рассказ, математику, прям, не знаю, три упражнения сделать. Мы прям учились, учились. Здесь я говорю, Арина, задали? А, я в школе сделала. Она на перемене может всю домашку эту сделать. Ну, может быть, потому что здесь это простая средняя школа, очень средняя, а там вы учились в гимназии? Ну, не знаю. Мне кажется, все-таки здесь просто сильно никому не надо обучение. Учится тот, кто хочет. Вот поэтому я Арину еще отдала дополнительно на ментальную арифметику, чтобы она как-то мозги тренилила. Ну, может быть, потому и не учатся, что знают, что все равно никуда не поступить ни в какой вуз, ни с какими знаниями, без связи или без денег. Может быть, поэтому общеизвестно, что на юге вообще-то куда-то, какой вуз-то без денег. Это нереально. Может быть, вообще учиться не надо? Сдаешь квартиру и живешь. Может, и так. А кто работает тогда? Работают приезжие? Или купившие дипломы, и тогда это страшно. Одно дело, если он купил диплом, там, не знаю, дизайнера, а другое дело, что он купил диплом, там, врача, да, и не дай бог, работает врачом. или инженера, или инженера-строители. Я не знаю. Мне кажется, работают прежде. Вот я работаю в детском центре. Вот расскажи, как долго искала работу и как удалось найти? Я вообще приехала, не искала. Мне надо было прописаться, детей устроить везде. Потом у нас же никого там нет, ни бабушек, ни дедушек. Если они же болеют, то с ними будет сидеть. То есть я сильно не планировала работать. Но потом просто я устала сидеть дома три месяца, ходить только на море и с детьми постоянно. Я устала. Решила, надо найти работу такую, с таким графиком, до обеда, допустим. Потому что нам сказали, в садик сложно попасть. Если дадут, то максимум, что вам светит, это половина дня. Пребывание до сончаса. Допустим, кровати не хватает, до обеда ребенка берут, в обед-то в 12 его забирают. До сончас. Такой вариант. Но нам повезло, что нам дали на полный день садик. И довольно быстро. В общем, я искала такую работу рядом с домом на полдня. Хоть какую. Чтобы дома не сидеть. А получилось, что я нашла работу педагогом по образованию моего. В детском центре замечательном. Самый лучший центр в Адвере. Как оказалось, да? Да. Оказалось. Что за центр? Сова называется. Что делают там? Кого там? Каких детей? Чему обучают? Я занимаюсь с маленькими ребятишками от полутора лет до четырех лет. Потом есть еще подготовка в школе ментальная реабилитика. Ну, то есть, развивающий детский центр. Да, да, да. По специальности уже не высшее образование психологическое. Педагог-психолог. Поэтому я прихожу там к девяти утра. Приходят мои детки маленькие. Мы с ними занимаемся до часа. В час все уходят дети, так как они маленькие, на сон час. А я иду домой. Хорошо. Занимаюсь своими делами своими детями. То есть, получается, и ты нашла работу, и муж, и дети устроены в сад, и в школу. Все это в течение нескольких месяцев реально сделать. И никто не болеет у нас. И в больницу нас прикрепили без проблем. Поликлинику детскую. Во взрослой мы не были, мы как бы не болеем. Слава Богу. Не хочу даже узнавать, но надеюсь, там тоже возьмут, если что. Да, куда денутся-то с пропиской, конечно, возьмут. Теперь про недвижимость. Что-то можешь? Как-то сравнить коммунальные платежи в Кемерово и в Сочи? Или цены на квартиры? Там уже помониторили рынок? Это самый больной вопрос. Во-первых, коммунальные платежи все выше, чем в Кемерово, раза в два не меньше. Интересно, почему? За общежитие платят три тысячи в месяц. Где? В Адлере. Так. А в Кемерово за трехкомнатную квартиру мы платили в отопительный сезон вот пять тысяч летом где-то две пятьсот, две семьсот. Здесь все дороже. Здесь... Пять тысяч зимой и две пятьсот летом. Трехкомнатная квартира. А тут три тысячи за комнату общежитий? Да. Здесь просто кубометры воды дороже, электричество дороже и вывоз мусора. И каждый метр вот в этом... Управляющие компании за обслуживание они берут от твоей площади квартиры, допустим, там у нас двадцать что ли рублей было в Кемерово, здесь, ну, больше. То есть, получается, здесь и купить дорого квартиру и содержать ее. Если в Кемерово мы жили в двухкомнатной, мне мало было, мы купили трешку, то здесь сейчас я живу, понимаю, что трешка это уже роскошь, потому что платить надо каждый месяц. За двушку, говорят, десять тысяч надо платить. Да, у нас знакомые по десять тысяч платят только кому-то. А если дом какой-то бизнес-класса, допустим, ну, с домовой охраной, вот этой... Не дай бог, с парковкой. Да, да, там они двадцать семь, что ли, мне говорили, платят. Вот и представьте, какие нужно иметь заработки. Ну, вот, судя по тому, какие зарплаты получаешь ты и муж, они никак в два и в три раза не выше кемеровских. Нет, не выше. Вот. А цены выше в два и в три раза на все. На продукты питания, Мы вот сейчас, допустим, продадим свое, если квартиру в Кемерово, дай бог, мы ее выставили на продажу, мы ее покупали в четырнадцатом году за два девятьсот пятьдесят, а сейчас она два триста стоит, и ее еще не кроняйте. Представляете, упали цены? Как я имею в виду, у вас сильно упали цены. С четырнадцатого года вот до восемнадцатого, ну, даже в прошлом же мы ее еще выставили. Нет, в феврале этого. И то уже это была потеря шестьсот пятьдесят тысяч, ну, и как бы, это только то, что заявлено, никто еще не нашелся на такую цену, может, еще придется выступать. И что, например, за два миллиона можно купить в Сочи? Ваше Альдерий? Ну, вот, однокомнатная стоит три-три-двести. Однокомнатная три-три-двести. Двушка пять. Пять-двушка, да? Ну, вот, в Кудепсте у нас знакомые за четыре-пятьсот купили двушку. У Кудепста уже чуть хуже район считается. Хотя я уже думаю, по нашим деньгам может нам из Адлера и в Кудепста придется ехать. Давай расскажем, у нас не все люди помнят географию, которую проходили в школе. Что такое город Сочи? Расскажи, где это, откуда, докуда? Город Сочи, я так поняла, это самый длинный город, не знаю, в мире, но в России точно. Потому что весь он идет вдоль побережья Черного моря. Весь-весь-весь идет. Потому что с другой стороны горы. Куда могут люди в горы построиться, они строят. В основном все идет вдоль моря. И вот, допустим, если мы едем с Анапы в Сочи, начинается Лазаревский район. Да, это уже Лазаревская. Потом Лао, Дагомыс, центр Сочи, затем Мацеста, Хоста, Кудепста, Адлер и Абхазия. Ну, Адлер, там Красная Поляна еще. Больше ста километров, наверное. 140, я читаю. 140, да? И все это называется Большой Сочи. Как Большая Москва. О, Москва, наверное, больше. То есть, я сначала не понимала, у меня на работе допустим, общаются люди, мы едем в город, ты хочешь, Женя, поехать? Я говорю, в город, ну, я думала, это в центр Сочи, а оказывается, нет, в город это вот центр Адлера. А если уже в самом Сочи, то так и говорят в Сочи, для них Адлер это вот Адлер. То есть, по старому городу, как были они отдельные, так и люди продолжают думать, что в город это значит центр Адлера. Ну, туда ехать очень далеко в Сочи из Адлера, вот Женя нашел себе работу в самом центре Сочи. И он ездит час в одну сторону, час в другую. На машине? Нет, на машине дорого это получается, на маршрутке дешевле. 60 рублей в одну сторону. 60 в одну. А у нас, вот мы едем 25 километров из Гастагаевска в Анапу, где-то 50, наверное, 5, может быть, рублей. Тоже? Ну, это межгород, понятно. Можно на электричке ездить, но электричка, она вообще где-то 100 рублей, что ли, 100. Ничего себе. А почем у вас бензин, кстати? Я не помню, 39, что ли, с копейками, или 41? 92. Да. Так же, как у нас, наверное. Да, как у вас, поэтому я просто... В среднем 40. 40. В среднем 40 рублей. Ладно, значит, цена на бензин такая же. И это рубля на 4 дороже, чем в Хемерово. За каждый литр бензина. Ну, мама, ты знаешь, я тебе скажу, в Хемерово все равно не вернусь. Вот заявляем все. Вот, вот скажи, почему ты не вернешься? Ну, я уже свое пожила в Хемерово, на севере, в морозе. И то, ты знаешь, меня не столько мороз убивало, я привыкла одеваться, и там минус 40, ты бежишь, просто тепло одеваешься. Не в этом дело. А в чем? Мне просто, вот, уровень дохода населения в основной массе, в Хемерово, я когда жила, поняла, не позволяет людям накопить, допустим, за год работы, чтобы вывести своих детей куда-то к морю отдохнуть. Получается, вот, одушина эта дача, или бабушки, дедушки в деревнях. Позволить себе люди не могут. Там, на самом деле, сокращение зарплаты произошли, и, и просто людей сокращали. Ну, какая-то депрессия. Плюс, каждое утро мы ездили в музыкальную школу, от цирка спускаешься вниз к центру, все в этом тумане. Смог. Смог этот стоит, смог прям. Я все время Арине говорила, смотри, Арина, какой смог. Ну, вот, как я сейчас говорю, смотрите, какие горы. А там говорила, смотри, Я уже вообще не помню этого смога, как он выглядит. Ну, то есть, за что держаться, за что? В Хемерово-то? Да. Не за что, абсолютно. Тут только вопрос такой, что вам же по-любому не хватит жить в таких условиях, как вы жили в Хемерово. То есть, ты готова жить в гораздо более худших условиях жилищных, в меньших квадратных метрах, зато дышать нормальным воздухом, смотреть на красивые горы и купаться в море. Ну, ты же знаешь, мама, мы сейчас живем в общежитии до сих пор. У нас общежитие, просто теперь наше, мы его не снимаем. Что это такое? Это комната 15 метров. Наверное, как вот эта комната. Удобства общие на 5 комнат. Кухня, душ, мывальник, мутерс. Общие на 5 комнат. Ну, мы не смогли так долго жить. Мы в своей комнате еще сделали себе санузел с душем. То есть, комната еще меньше стала. Зато 15 минут пешком оттетали. У детей двухэтажная кровать. Еще кошку мы из Кемерово привезли. Но все равно, я считаю, у нас дружная семья, поэтому мы все равно дружно живем. Хоть там на головах ходим, другим, весело. Но так как на улице тепло, нечего дома сидеть. Палатку мы берем, там, одеяло, идем на море, жжем костер, там, жарим шашлыки. Или сели в машину, слава богу, машина есть, без машины как-то вообще сложно. В Красную Поляну уехали. Или просто уехали на Большой Ахун. На башню поднялись, вот все зочи видно. Куча мест вообще, куда можно пойти. Или просто в лес уйти. Не сиди дома, не сиди в 15 метрах, приходи только спать. То есть, каждый выбирает, или он живет в двухэтажном коттедже и нюхает смог, да, в Сибири. Или он переезжает сюда, теряет, многое теряет, но что-то приобретает. Поэтому думайте, каждый сами, что вам важнее. Метры квадратные, сотки земли, я не знаю, солнце, воздух и вода, образование, медицина. Понятно, что наверняка и медицина хуже в Сочи, потому что это не областной центр, областной центр в Краснодаре. Ну да, в Краснодаре ездят многие, лечиться на франции. Если вдруг чего, все более-менее серьезное, конечно, в Краснодаре находится, не говоря про Анапу или нашу Гастагаевскую. Кому что важнее, думайте, решайте, выбирайте. Еще я вот хотела сказать, мы когда на машине приехали в Сочи отдыхать, ну что мы думали, мы до Анапы доехали, до Сочи доедем, все казалось не так легко, ведь там серпантин, мы до этого не знали, что такое серпантин. То есть эти там 200 километров ты едешь не за два часа, допустим, а за семь часов. Да. Очень медленно, печально, за фурами, тысячи машин плетутся. Летом пробки бывают. Еще детей укачивает, их тошнит. Ну это сложное испытание. Конечно. Кто ни разу не ездил, если есть возможность, на поезде приезжайте, не едьте на машине. Очень тяжело. Потом часто же ремонтируют дороги, не только вне сезона. Вот сейчас они приехали ремонтируют до сих пор дороги и вряд ли до июня доремонтируют. Значит, огромные куски километровые закрыты и идет реверсное движение. Сначала в одну сторону проезжают сколько-то машин, потом меняется светофор и в другую сторону. И представьте, сколько собирается машин. Сейчас вы ехали более-менее заемки. Семь часов мы ехали из Адлера. Мы почти нормально. Могли бы за семь с половиной доехать, да? Да. Летом мы ехали, прошлым летом, или это осенью было, мы в такой попали ремонт. Мы ехали вообще часов двенадцать. Мы больше стояли, чем ехали. И это ужас, конечно, при такой жаре сидеть в машине и продвигаться черепашьими шагами. Вот так. Вот так. Вот так, да. Так что, всем благоразумие думайте. Не бросайтесь в омут с головой. Может быть, кому-то скажут, ну, нафиг ваши сочи с вашими ценами и с вашими дорогами. Теперь мы в Сибирь будем ездить фруктов наедаться. Там с Узбекистана просто везут, поэтому дешевле. Ну, поэтому. Или будете ездить к нам в Анапу, и мы здесь пытаемся вырастить свой фруктовый сад. Может быть, нам это вскоре и удастся. Так что, всем всего хорошего, друзья. Счастливо. Пока-пока.